Исламский образовательный медиапортал Насаад Медиа представляет Правила существуют не для того, чтобы их нарушать. КОНЕЦ Ислам – это жизнь в соответствии с дисциплиной. Прекрасная система, содержащая запреты, ограничения и границы без пренебрежения вопросами духовности. Последствием него мы организуем наши жизни и уделяем особое внимание определенным временам и местам. Вся молитва – это дисциплина. Так же, как и любой дедлайн, время молитвы должно соблюдаться. И преднамеренное совершение молитвы вне этого времени – значит то же самое, что совсем не совершить молитву. Когда совершается призыв к молитве, миллионы людей встают в ряд в течение нескольких секунд. И молитва берет верх над всем мирским. Молитва совершается за имамом, как сказал Пророк, и не следует ему перечить. Что делает он, то делают и остальные. Аллах смотрит на прямоту рядов, которая, возможно, приведет к прямоте сердец. Не говоря уже о Рамадане, который демонстрирует наивысший уровень духовной, физической и эмоциональной дисциплины. Неважно, насколько вы голодны, вы должны научиться самоконтролью и удерживать себя, пока не наступит время в соответствии со временем молитв. И в Рамадан вы точно знаете, во сколько начинаются утренние и вечерние молитвы. И что более интересно, многие следуют этому режиму поста даже вне Рамадана, когда пост не является обязательным. А закат можно сравнить с налогом, который отдается Аллаху. Но деньги этого налога полностью отдаются нуждающимся. Почет и выплата заката строго определены. Хадж – величайшее место молитвы в мире. Миллионы людей находятся в такой близости, одеваются, двигаются и поклоняются в таком удивительном согласии, что является свидетельством силы его призыва. Наш пророк, саллилла, ва льву салям, предлагал усилия, чтобы дисциплинировать людей, чтобы они подчинялись и уважали законы, как в религиозной, так и в мирской сферах. Он указывал, что не должны трое выходить в путешествие без того, чтобы один из них был выбран руководителем над другими двумя, и говорил, что обычаи, которые не противоречат религии, должны уважаться верующими. Часто мы пренебрегаем дисциплиной, считая себя исключением для закона. И когда мы делаем это, так же делают и другие, а точнее все. К чему это все я? Последний рамадан я вел машину не в такой нагруженный день. Я останавливался на каждом знаке «стоп», даже когда я считал, что в этом нет смысла. И мне надоело это, я нигде не видел полицейских. И как только я подумал об этом, я сбил человека, переходящего улицу. Я даже не знал, как остановить это. Я запаниковал. Мое сердце стало сильно биться. Я выбежал из машины, чтобы посмотреть, что случилось. Я сразу же извинился и предложил свою помощь. И как только я вытащил телефон, чтобы позвонить, он сказал, что это его вина. Потому что он начал пересекать улицу, не посмотрев в обоих направлениях. Также там не было никаких предупреждающих знаков. И он сказал, что он в порядке и не нужно создавать проблем. Но я должен отвечать за свои поступки. Поэтому я позвонил в 911 и заявил о своей ответственности. Когда я думал о произошедшем, даже несмотря на то, что с ним было все нормально, я не думал сожалеть о том, что наказал себя. Я лишь сожалел о своей пренебрежительности. Вы можете считать бессмысленным знак «стоп» или «красный свет светофора», и что вы не подобны другим, и что действия под контролем. Но все это нужно для безопасности людей. И это также является частью веры. Посланник Аллаха учил нас быть терпеливыми, проявляющими уважение и дисциплинированными, действовать так, чтобы не приносить вреда ни себе, ни окружающим. Никто в вашем присутствии не должен бояться, и ничто из благого не должно пренебрегаться вами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...